Я сам не заходу, и в полиганции припрячу. Только сучьим детям не отдам! Ладно, а кровь в песочке. Я ищу одного человека, зовётся Гендриком. На кой он тебе? Дело есть. Дело? Дай бутыльжанке. Текай отсюда, я чёрный вход открою. Гости приехали. Что за люди? Корчмарь! Водки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил? Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокажённых будет. Видал я одного такого. Полдюжина людей порубил. Кровь повсюду. А сам и не почесался. От него трупами смердит. Если желаете отдохнуть на моём постоялом дворе, мирный, пожалуйте за мной. Покажу вам лапу. Кажу в халупу, а там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик, думаю. Спасибо, Милздарь, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я ни в свои дела не лезу. Желаете, Милздарь, остановиться в моей корчне? Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Генрик. Он живёт в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полыхало. Может, им перцы напали. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришёл неведомо откуда. Не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У неё мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся и тут же пропадает. Спасибо, корчмай. Люди говорят, мы тут реакцию. Ру, где что ты, парни? Вот и проверили. Я знаю, что у тебя есть молоденькая дочка. Ну так ищи. Так не успеешь её спрянуть. Слышите? Вот посмотрим, как все наши парни с ней убиваются. Это всё? Всё? Ой, ну и деточка вам убилось. Господи. Спасибо. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. И это дымка. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отцвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно даже лягушек не слыхать. ПОДПИШИСЬ! 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 Не знаю, что там делось. Страшные должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Субтитры сделал DimaTorzok. С заразом. Субтитры сделал DimaTorzok. Нет, и нога моя туда не ступит. Никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретёшь покой. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть ещё помещение. Надо бы тут прибраться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Интересно. Учётная книга. Плата за мешок зерна. Счёт за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то ещё. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемые. Объект появился на Скеллиге. Также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы. Шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее, в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Генрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка – это барон и какая-то ведьма. Зараза. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...